Вы точно никогда не думали, что этот человек какой-то особенный злодей или подпольный миллиардер. Любитель телефонов и прочих гаджетов. Смешто не до тёпа, засыпающий на важных мероприятиях, которого в интернете называют не иначе, как Димон. То есть он вам не Димон. Но когда вы посмотрите этот ролик фонда борьбы с коррупцией, вы поймёте, насколько мы все ошибались. Дмитрий Медведев, премьер-министр и бывший президент России. Он помешан совсем не на гаджетах, а на деньгах и элитной недвижимости. Дворцы, резиденции, родовые усадьбы, яхты и виноградники в России и за рубежом. Мы покажем вам реальное имущество, принадлежащее Медведеву. И вы убедитесь, что это один из самых богатых людей страны и один из самых коррумпированных чиновников. Коррупция должна быть не просто незаконной. Она должна стать неприличной. Лидер партии «Единая Россия» построил свою имущественную империю гораздо хитрее, чем большинство жуликов, которые записывают всё на офшорной компании. Его схема основана на благотворительных фондах, которыми управляют его доверенные лица, в основном родственники и однокурсники. Но даже самый хитрый и изощрённый коррупционер может попасться на какой-то мелочи. Расследование, о котором вам сейчас расскажем, заняло у нас многие месяцы, а началось именно с такой вот нелепой мелочи – кроссовок и рубашек, которые и позволили нам шаг за шагом размотать этот грандиозный, запутанный клубок из подставных лиц и компаний. Прежде чем мы с вами двинемся дальше, и вы увидите то, что ещё пока никто не видел, я хочу сказать, что к этому фильму предлагается огромный и очень интересный текст с расследованием. В нём собраны неопровержимые доказательства всего того, о чём я вам здесь сейчас рассказываю. Документы, схемы, взаимосвязи – загляните туда, чтобы узнать больше. Давайте я вам расскажу забавную историю о том, как Медведевская империя вскрылась из-за обычных покупок в интернете. В 2014 году хакеры, называющие себя «анонимный интернационал», взломали телефон Дмитрия Медведева и опубликовали его личную переписку. Люди, стоящие за взломом, недавно были арестованы, а те, кто не арестованы, находятся в международном розыске. Там было всего много интересного, какие-то его рабочие документы, фотографии из личного архива, переписка с другими чиновниками. Но, в общем, ничего сенсационного там не было найдено. Писали в основном о том, что у Медведева есть тайный аккаунт в Твиттере, и то, что он заказывает всякие гаджеты из интернет-магазинов. Так вот, именно в этом интернет-шопинге и таился ключ к Медведевской империи. Вот буквально все это время он там был. И нужно было лишь внимательно присмотреться к покупкам и тому, как именно делаются заказы. Я сейчас вот так уверенно рассуждаю о том, что этот анонимный ящик на самом деле принадлежит Медведеву, и вы можете совершенно справедливо подумать и сказать мне, ну, а где доказательства? Мало ли чей-то ящик. Вот вам доказательства. Заказ от апреля 2014 года. Находим на сайте того же магазина эти кроссовки и внимательно рассматриваем картинку. А дальше все просто. Методично отсматриваем официальные фотографии, и вот Медведев в таких же кроссовках гуляет по Вьетнаму. Смотрим дальше. Вот еще заказ от мая 2014 года. Опять кроссовки. Та же процедура, находим на сайте магазина, а дальше внимательно изучаем фотографии. Снова успех. Вот Медведев в таких же. Обувью дело не ограничивается. Клечатая рубашка, которую Медведев носит с кроссовками, тоже среди заказов. Вот она. А вот синяя со снежинками. Ее премьер-министр выбрал для прогулки по Сочи. Давайте я не буду продолжать. И так понятно, что таких совпадений не бывает. Эти заказы делает Медведев. Но самое главное другое. Заказы Медведев оформляет не на свое имя и не на свой адрес. Такая русская пословица. По одежке протягивай ножки. Он выбирает сам. А доставляют другому человеку, который потом уже передает эти покупки лично Дмитрию Анатольевичу. Этого человека зовут Владимир Владимирович Дьяченко. Он, на первый взгляд, совсем не примечателен. СМИ называли его владельцем строительных фирм. А сам он в интервью заявлял, что к Медведеву вообще не имеет никакого отношения. Но это не так. Он распоряжается не только кроссовками, но и обслуживает секретные активы Медведева. Удавка на шеи коррупционеров должна сжиматься постоянно и неумолимо. И в этом солидарно все российское общество. Без исключения. По адресу, на который доставляют одежду для Медведева, располагаются две фирмы, возглавляемые Дьяченко. Одна – Промтехинвест, занимается обслуживанием тайных дворцов Медведева. Но другую – Техинпро, оформлены доли в бизнесе, которыми тоже тайно владеет премьер-министр. Сейчас я расскажу обо всем по порядку. У компании «Промтехинвест», где Дьяченко, генеральный директор, мы обнаружили лицензию от Ростехнадзора. Обратите внимание на адрес, где компания осуществляет свою лицензируемую деятельность. Это поселок Знаменское, Рублево-Успенское шоссе. По этому адресу располагается огромная усадьба, более 4 гектар земли, главный дом 3000 метров и еще куча других построек. Гараж, гостевой дом, бассейн, баня. Как интересно, подумали мы. Кому же это все принадлежит? Росреестр показывает, что земля принадлежит двум юридическим лицам. Фонду социально значимых государственных проектов и его дочерней компании «Грин Ярд». Фонду социально значимых государственных проектов одно название уже просто привлекает внимание и обязывает присмотреться к нему повнимательнее. А уж каким фонд становится интересным, когда мы обнаружили, что главой наблюдательного совета является однокурсник Медведева Илья Елисеев. Он ключевая фигура нашего расследования. Имеет смысл сразу сказать про него пару слов. С Ильей Елисеевым вместе Медведев учился на юрфаке Ленинградского университета. Они вместе преподавали и даже были бизнес-партнерами. В середине 2000-х карьера Ильи Елисеева резко пошла в гору и он стал заместителем председателя правления «Газпромбанка», кем и является по сегодняшний день. Он – самое доверенное лицо премьер-министра. Управляет его активами и связывает воедино разветвленную схему медведевских владений. Кроме соцгоспроекта, он также председательствует фонде «Дар», на которой до недавнего времени была оформлена та самая секретная медведевская дача в Плёсе. Про него мы делали отдельное большое расследование. Еще Елисеев возглавляет НАП-совет в фонде социальных культурных инициатив. Это благотворительный фонд Светланы Медведевой, жены премьера. Директор соцгоспроекта тоже не случайный человек. Его зовут Алексей Четвертков. Он тоже вместе учился с Медведем. Вот посмотрите, они вместе танцуют на встрече выпускников. Сушь, 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 суша, никого не слушай. И ни с кем сегодня не гуляй. И ни с кем сегодня не гуляй. Сколько совпадений. С ума сойти. Но это еще не все. Директором дочерней фирмы соцгоспроекта, на которую тоже записана земля в Знаменском, является некий Леонид Рубцов. Нет, он не однокурсник. Он стопроцентный собственник фонда Градислава. Того самого, которому сегодня принадлежит секретная плеская дача Медведева. Фонд ДАР просто подарил Градиславе этот участок и все постройки на нем. Почему я это все рассказываю в таких подробностях? Потому что это и есть суть Медведевской коррупционной схемы. Несколько некоммерческих и благотворительных фондов под управлением его близких друзей. На них оформлено то, что фактически принадлежит Медведеву. Подозреваю, что вам просто уже не терпится посмотреть на Рублевскую усадьбу Дмитрия Анатольевича. Не могу отказать вам в этом удовольствии. Смотрим. Мы с вами находимся в районе села Знаменское. Это ближайшее Подмосковье. Рублево-Успенское шоссе. Здесь самая дорогая в России земля. Самые шикарные дома за самыми высокими заборами. Разворачиваемся. И перед нами открывается вид на внушительного размера особняк и ухоженную территорию вокруг него. Опускаемся пониже, чтобы лучше разглядеть, что же находится на этом участке. Облетаем по кругу. Это главный дом. Его площадь 2800 квадратных метров. Он находится в центре участка. Но его, кроме как с воздуха, никак нельзя рассмотреть. Со всех сторон его окружают взрослые деревья. Давайте полетим в дальний угол участка. Там тоже много всего интересного. На заднем дворе, если так можно выразиться, вырыт большой искусственный пруд. К сожалению, достоверно установить, проживает ли там уточка, мы не смогли. Рядом построено несколько беседок и отдельный гостевой дом. Он левее, не совсем вошел в кадр. На воду спущена синяя шлюпка, а на берегу видно шатер. Общая площадь этого рублевского владения более 4 гектаров. Видим, что к дому пристроен большой бассейн, на крыше которого можно гулять по специальному газону с тропинками. Ну и въезд на территорию. Здесь гараж с четырьмя воротами, КПП и дом охраны. Учитывая огромный участок и местоположение, такая усадьба стоит в районе 5 миллиардов рублей. 5 миллиардов? Сумма гигантская по любым оценкам. Откуда у фонда поддержки социально значимых проектов 5 миллиардов на покупку вот этого всего? Отвечаю, фонд поддержки социально значимых государственных проектов не покупал эту усадьбу. Ему ее подарили. И вот тут мы переходим уже к описанию самого настоящего уголовного преступления. Потому что подарил эту усадьбу знаете кто? Вот кто? Самый богатый олигарх России, Алишер Усманов. Владелец огромного состояния, сколоченного на остатках советской горно-рудной промышленности. Резидент Швейцарии. Он просто дарит в структуре, тесно связанной с премьер-министром, усадьбу стоимостью 5 миллиардов рублей. Как это называется? Правильно, взятка. Самая настоящая, классическая. И Усманов с Медведевым это отлично понимают. Именно поэтому подарок они оформили на подконтрольный фонд, которым управляет один однокурсник Медведева, а председательствует в нем другой. А директором дочерней фирмы является тот же человек, на которого была записана усадьба в Плёсе. За техническое обслуживание, напоминаю, отвечает фирма «Промтехинвест», на адрес которой Медведев заказывает себе кроссовки. Абсолютно все в этом списке указывает на то, что настоящий владелец Рублевского поместья сам Медведев. Но мы набьявили войну коррупции. Мы нашего врага знаем. Одного эпизода с усадьбой и подарком на 5 миллиардов, ну в общем достаточно для того, чтобы отправить и Усманова, и Медведева на скамью подсудимых. Но мы пока двигаемся дальше, и это далеко не все. Ну что, давайте распутывать дальше эту схему, которую, конечно, по-хорошему бы должен расследовать Следственный комитет, но за них почему-то работаем мы. Итак, та же фирма «Промтехинвест», которая обслуживает Рублевскую усадьбу, управляет еще одним очень интересным объектом. Посмотрите на резюме инженера, которое мы нашли на сочинском сайте вакансий. Место работы «Промтехинвест». Обязанности, а теперь вот внимание, эксплуатация и ремонт дома приема официальных гостей «Психака» Красная Поляна. Вот здесь, на хребте «Психака» располагается этот дом приемов. Это якобы олимпийский объект, его строили к играм в Сочи. Но это не спортбаза и не гостиница, и никаких гостей там не принимают. Это частная резиденция, построенная лично для Дмитрия Медведева. Давайте разбираться и доказывать. Сначала об объекте. Мы им будем любоваться, как обычно, с воздуха. Взлетаем со склона хребта «Психака» на Красной Поляне и сразу же видим собственную вертолетную площадку и весь комплекс зданий. Слева гостевой дом для принятия особо дорогих гостей. Справа гараж и дом охраны. Ну, чтобы было кому всю эту красоту охранять. Оба здания больше тысячи квадратных метров. Но, конечно, самое главное впереди. Это основной дом. Он очень большой. Его площадь больше четырех тысяч квадратных метров. Но самое интересное, конечно, внутри. Там есть такие классные штуки, как многочисленные камины, соляные гроты, души впечатлений. Ну и самое крутое – бассейн с аттракционами. Большой теплый бассейн с выходом на улицу очень хорошо видно с воздуха. А всего весь банный комплекс занимает в этом доме тысячу квадратных метров. Площадь участка здесь 3,7 гектара. А общая стоимость вообще всего поместья – 7 миллиардов рублей. Это вообще-то один из самых больших домов, которых мы когда-то вообще снимали. А с учетом местоположения на высоте полутора километров, он просто не имеет себе равных. И, кстати говоря, обратите внимание, насколько похожий между собой Рублевский дом Медведева и его горная резиденция Психака. С Психака история один в один, как с дачей Медведева в Плесе. Сначала аренды земли и здания были оформлены на фонд ДАР. Но вскоре, и вы, наверное, уже можете догадаться, что произошло, фонд ДАР все передарил другому, никому неизвестному фонду. И снова с таким впечатляющим названием – фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта. Все правильно, еще один благотворительный фонд. Правда, нового в этом фонде, только название. Главное действующее лицо нам уже очень хорошо знакомо. Это председатель наблюдательного совета, барабанная дробь Илья Елисеев. Это, кстати говоря, уже четвертый благотворительный фонд, где Елисеев занимает эту должность. Учредитель Виталий Головачев. Его я вам мог представить еще в предыдущей главе про фонд «Соцгоспроект». Головачев является учредителем обоих этих фондов. И он, к слову говоря, сотрудник структур фонда ДАР, возглавляет управляющую компанию этого фонда. О ней мы еще поговорим немножко попозже. Ну а то, что настоящим собственником резиденции является вот этот вот замечательный горнолыжник в шапке с помпоном, доказывает его собственный инстаграм. И его любовь к романтическим зимним фотографиям. Вот смотрите, этот снимок трехгодичной давности мы нашли в инстаграме Медведева. Потом еще одно очень похожее два года назад. И на обоих снимках фонари и много снега. Сверяем с фотографиями горной резиденции Психака. И видим ровно эти фонари. На снимке Медведева прошлого года с поэтической подписью «Лед и пламень» нам интересен рельеф гор и дымоход с треугольной крышкой. Сверяем с фотографиями, сделанными в Психака. И опять полное совпадение. Получается, Медведев постоянно останавливается в этой горной резиденции. Это никто нам не рассказал. Ни соседи, ни очевидцы. Это сам премьер-министр выкладывает фотографии. И никто его не заставлял. И, кстати, вот забавная деталь. Письмо из того же самого почтового ящика, где и мы обнаружили рубашки и кроссовки Медведева. Список дел. Заголовок письма. Отметка 1456. Это высота над уровнем моря, над которой располагается резиденция Психака. Вот Медведев заказывает себе декантеры, хорошие бокалы под вино и само вино. И просит поделить это все между горой, это Психака, и речкой, это Плес. А главное, по его же словам, это полный комплект горничных и управляющих. Вернемся в начало. Я упомянул, что по тому адресу, на котором Медведев заказывает себе одежду, располагаются две фирмы. Одна обслуживает секретной резиденцией, и с этим мы уже разобрались, а другая владеет долями в тайном бизнесе Медведева. Эта фирма называется ЗАО, компания Тех.Ин.Про. И на нее оформлены 75% сельскохозяйственного холдинга, агрокомплекса Мансурова. Для рассказа о нем, и о том, что же ему принадлежит, мы с вами переносимся в Курскую область. Ну, мы только что были на Рублевке и в Красной Поляне. Зачем нам сейчас Курскую область, возразите вы? Но историческую родину не выбирают. И именно в Курской области, в деревне Мансурово жил дед Медведева, и там же родился его отец, Анатолий Афанасьевич. Как и другие российские чиновники-коррупционеры, Медведев, он же видит себя таким дворянином. А какой дворянин может быть без поместья? И в общем, за неимением лучших альтернатив, выбор места для родового гнезда, вот и пал на Мансурова. Если вдруг случится так, что вы будете пролетать над Курской областью, действительно, ну, не очень богатой, вы удивитесь, обнаружив среди вот этих покосившихся домов вот такое великолепие. Прямо в чистом поле. Это усадьба площадью около 240 тысяч квадратных метров. Наверное, более шикарной недвижимости вот во всей области нет. О ее существовании в Мансурово знает буквально каждый человек. И она является даже некоторым поводом для гордости для местных жителей. При этом они ее никогда не видели. Участок, как и Меловка в Плёсе, окружен высоким глухим забором. Проезд по дороге, ведущий к усадьбе, запрещен. Тем не менее, для Фонда борьбы с коррупцией это не препятствие. Поэтому представляем вашему вниманию еще одну секретную дачу премьер-министра Дмитрия Медведева во всей красе. За высоким забором скрывается приусадебная территория. Слева спортивная площадка. В центре пруд и главный дом. Его приблизительная площадь 1500 квадратных метров. Участок ухожен, везде аккуратные дорожки и причудливые ландшафтные дизайны. Летим с другой стороны. В дальнем углу участка видим стоянку для машин и дом для прислуги. Резиденция оформлена в собственность агрокомплекса Мансурово. Председателем совета директоров этой фирмы является, уже в который раз произношу это имя, однокурсник Медведева Илья Елисеев. И, кстати, покупку этой земли профинансировала фирма Финконсалтинг К. Это новое название финансово-консультационной компании фонда ДАР. Посмотрим еще раз на Мансуровскую резиденцию издалека. В кадр попадают две вертолетные площадки, топливно-заправочный комплекс и бескрайняя пустота курских просторов. Доказательств того, что Медведев бывает на своей курской резиденции, нам даже не потребовалось искать. Илья Елисеев сам об этом рассказывает. Это гостевой дом для наших сотрудников. Там иногда останавливается Дмитрий Анатольевич, когда приезжает в Мансурово. Ну, нужно же ему где-то останавливаться. Не гнать же его за 60 километров в Курск, в гостиницу. Надо видеть эту резиденцию. Одноэтажная деревянная постройка повышенной комфортности. А вот что рассказывают местные жители. Бывает, как живут. Ночу и здесь. Медведев. В этом году жаль, жаль, что-то не приехал. Он женой был, сыном были здесь. Там в магазин заходили. Там магазин выделили. А тут построено дальше. Не дальше, не знаю. Вот там за деревней. И он тут приезжает. Ну, там загорожено. Я там сам не был. Строили там. Ну, он приезжает там. Там охранники работают. Ну, он не часто приезжает. Ну, я не знаю, сколько. Ну, нынче год он не был. Просто год был. А где он останавливается здесь? Ну, на своей даче. Он там убывает. А потом он ездит в церковь ходить. По хешку заходил. В магазины. А потом он ездит в кшель туда. Много охраны бывает. И по кустам, и везде сидят охранники. Бывает. И машины какие-то ездят. И кухня какая-то военная бывает. Все бывает. Так он и газ провел, и дорогу отправил бы. Ну, помогает все равно. Давайте отлетим от этой одноэтажной деревянной постройки повышенной комфортности совсем чуть-чуть. Пролетим над разрушенными домами, сараями и приглядимся. Это часовня. Она стоит ровно на том месте, где был дом деда Медведева и довершает образ родового гнезда. Вот на табличке можно прочитать. Сара жена содействием и усердием Дмитрия Анатольевича Медведева на месте прародительского дома. Освящена 14 сентября 2010 года. Это день 45-летия премьера. Кроме часовней построили и церковь. Открытие такого храма в Мансурово стало большим событием. Приехало местное телевидение. Прибыл помощник президента Медведева Михаил Тренога. Губернатор Курской области и множество других чиновников. Обратите внимание, в храме есть звонница. А главный колокол 400-килограммовый, назван именем Илья. Остается только догадываться. Назвали его в честь сына Медведева Ильи. Или в честь однокурсника Елисеева, который всеми этими курскими угодьями управляет. Однако шикарного дома и церкви недостаточно для настоящего дворянского имения. Нужно хозяйство. Колосящиеся поля, пасущиеся стада, конюшни. И все это у Медведева тоже есть. Агрокомплекс у Мансурово, в чьей собственности находится курское имение, также принадлежит 27 тысяч гектаров земли. Более трех тысяч голов рогатого скота. Корова, импортированная из США. Свиноферма, конезавод, молочное производство. Сотни единиц сельскохозяйственной техники. И возглавляет всю эту сельхозимперию Дмитрия Анатольевича все тот же его однокурсник Илья Елисеев. А среди управляющих мы с вами обнаруживаем еще более интересного персонажа. Встречайте, Андрей Васильевич Медведев. Это двоюродный брат премьер-министра. Он сын Светланы Афанасьевны Медведевой, кубанской тетки Дмитрия Анатольевича. Она поэтесса, заслуженный учитель России. У нее действительно есть сын Андрей. И она рассказывала о нем в интервью. Чуть-чуть о вновь найденном двоюродном брате премьер-министра. У него есть еще одно сельскохозяйственное предприятие. И тоже в Курской области. Выращивают в парниках помидоры, огурцы, розы. И брат Медведева учредил это предприятие вместе с ООО Курск Промтеплица. И вот тут уже становится интереснее. Курск Промтеплица на 100% принадлежит фонду «Соцгоспроект». Тому самому, которому Усманов подарил усадьбу на Рублевке. Как видите, Медведев связан с игрокомплексом и фондом «Соцгоспроект» уже просто родственными связями. Ну и кроме того, юридически все это курское великолепие принадлежит ЗАО «Техинпро». Той самой компании, на адрес которой Медведев заказывает себе кроссовки. Не то, что мне понадобилось выпить перед следующей главой, хотя, может быть, и не мешало бы. Просто показываю вам бутылку Когора. Производитель пишет, что виноград для этого Когора был собран на винограднике «Скалистый берег» рядом с Анапой. Вот туда мы с вами и перемещаемся, чтобы начать разглядывать южные владения нашего героя. В Анапу мы прибываем ровно тем же путем, что и в Мансурово в Курской области через фирму «Техинпро», на которую Медведев заказывает свои интернет-покупки. Среди дочерних предприятий этой фирмы мы обнаруживаем ООО «Скалистый берег». Второй учредитель – уже хорошо знакомый нам фонд «Соцгоспроект». В собственности фирмы «Скалистый берег» мы обнаружили почти 100 гектаров земли на Черноморском побережье. Недалеко от Анапы живописнейшие и красивейшие места. На профильных сайтах «Виноградник «Скалистый берег» ну прямо называют широко известным в узких кругах. Туда не пускают туристов и посетителей. А те, кому удалось увидеть виноградники, своими глазами пишут. И вот здесь становится понятна эксклюзивность этого проекта. Рельеф здесь такой, что если стоять спиной к морю, можно представить себя в Тоскане. Мягкие очертания холмов, на склонах которых ровные ряды виноградников. Исключительно красиво. Эксклюзивный проект. Серьезный подход. Итальянская Тоскана. Белиссимо. На этом месте я вам многозначительно подмигиваю и рекомендую смотреть это видео до конца. И скажу пока только одно. В Тоскане мы с вами еще окажемся. Будете угадывать с одной попытки, кто является председателем наблюдательного совета этой фирмы. Барабанная дробь у нас уже была. Что же в этот раз? Фанфара, наверное. Илья Елисеев. А директором этих виноградников был некий Андрей Жменя. Этот же человек впоследствии возглавил фонд Градислава в Плёсе. То есть снова медведевские ребята. Одни и те же люди просто меняют свои места и должности. С момента приобретения виноградников Медведев становится просто вот настоящим фанатом виноделия и активно продвигает интересы отрасли в правительстве, которое возглавляет. В 2013 году Медведев делает вино не алкогольным, а сельскохозяйственным продуктом. Позже разрешает рекламировать его по телевизору. Правительство также получает право регулировать минимальную цену на вино. Медведев посещает Абрау-Дюрсо, проводит большие совещания, посвященные виноделию, и дает поручению правительству снизить акцизы. Министерство сельского хозяйства и его главу Александра Ткачева он просит разработать комплексные меры господдержки производителей вина. Министр сельского хозяйства Ткачев очень это все поддерживает. И неспроста сегодня виноградниками Медведева управляет тот же директор, что и личными виноградниками семьи Ткачевых. В прекрасной России будущего мы могли бы просто засудить премьер-министра за то, что он занимается откровенным лоббизмом той сферы, в которой у него есть собственный финансовый интерес. За это в прекрасной России будущего, где закон превыше всего, он уже давно был бы отправлен в отставку вместе со своим министром сельского хозяйства. Мы будем помнить об этом, но пока давайте двигаться дальше. Продолжаем географическую экспансию нашей схемы. Теперь Петербург, родной город премьер-министра. В отличие от Курской области, здесь его настоящий дом. Город, где он родился, вырос, учился, работал. Было бы странно, если бы там у Медведева ничего не нашлось. В 2009 году никому не известная компания «Цертум Инвест» приобрела право собственности вот на этот вот дом на набережной Невы. Это историческое здание, памятник архитектуры, дворец графа Кушелева-Безбородка. В нем сохранились все атрибуты революционной роскоши. Каминные залы, мраморные лестницы, лепнина. Но настоящий покупатель оставался неизвестным. Единственным учредителем «Цертум Инвеста» был 29-летний Филипп Полянский. Ни бизнесмен, ни известный девелопер. Он отказался раскрывать имена своих партнеров. Или то, откуда у него вообще взялись деньги и какие-то другие детали. Но стоило подождать всего несколько месяцев, и все встало на свои места. Настоящий собственник объявился уже в 2010 году. Посмотрите на кадастровую выписку и обратите внимание на смену владельца. Был «Цертум Инвест», и три месяца спустя появляется фонд «Дар». Это отнюдь не совпадение. Филипп Полянский совсем не случайный человек. Он несколько лет возглавлял этот самый фонд «Дар». Он тоже выпускник Петербургского университета. Ученик нашего старого знакомого Ильи Елисеева. Все указывает на то, что здание изначально приобреталось для Медведевского фонда «Дар». А коммерческая структура «Цертум Инвест» — это всего лишь очередная реинкарнация той же самой организации для тех же самых людей. Несколько лет фонд «Дар» ремонтировал вот это здание. И в 2016 году оно было сдано. Но не надейтесь, что некоммерческий фонд построил лучший в мире приют для сирот или больницу. Вы же помните, что «Дар» — это очень специфический благотворитель. Он помогает только одной семье — Дмитрия Медведева. Теперь это элитный клубный дом на 29 квартир. И переоценить элитность непросто. Помимо традиционных для таких комплексов бассейнов, закрытых спа, гаражей, охранников, в некоторых квартирах есть, например, даже лифт для автомобиля. То есть прямо с улицы в гостиную можно подняться на машине. Квартиры поделены между фондом «Дар» и фирмой «Цертум Инвест». У «Дара» в собственности шесть квартир общей площадью 1800 квадратных метров. Рыночная стоимость только вот этих квартир — около миллиарда рублей. Вот одна из квартир, принадлежащих некоммерческому фонду «Дар». Какой шикарный подъезд, скажете вы. Но это, ребята, не подъезд. Такая лестница находится внутри квартиры. Там же лепнина с лонгелочками, грифоны и греческие кариатиды. Помещение для прислуги с отдельным входом тоже есть. Площадь одной квартиры 500 квадратных метров на двух этажах. Кстати, среди собственников нежилых помещений мы нашли финансово-консультационную компанию «Фунду Дар». Если помните, это как раз та фирма, которая финансировала покупку земли для родового гнезда Медведева в Курской области. Мы пока не знаем, что произойдет с квартирами в этом особняке. Возможно, в одну из них поселится сам Медведев, его друзья или родственники. А может быть, их как обычно перепишут на какой-нибудь новый фонд с многозначительным названием, вроде «Фонд охраны мраморных лестниц и автомобильных лифтов Санкт-Петербурга». Плеская дача, горная резиденция, родовое гнездо в Курской области, агробизнес там же, дома на Рублевке, виноградники, старинные особняки. Это неполный список того, о чем я уже рассказал. И я уверен, что у вас у всех давно назрел вопрос. Откуда деньги? На чьи гуляем? Да и вообще, как это вот может работать? Столько объектов, все разбросаны по разным регионам, везде требуется персонал, строители, горничные, управляющие, бухгалтера. Огромная инфраструктура ведь? Рассказываю. Фонд ДАР ему деньги пожертвовали сырьевые олигархи, акционеры Новотека Михельсон и Симановский. 33 миллиарда рублей были внесены в уставный капитал этого псевдоблаготворительного фонда. Другой сырьевой олигарх, Алишер Усманов, внес вклад в натуральном эквиваленте – усадьбой, как вы помните, в Знаменском на Рублевке. Его вложение оцениваем в 5 миллиардов рублей. У фонда ДАР есть отдельное юридическое лицо, управляющая компания. Она раньше так и называлась – УК ДАР. Теперь она переименована в безликое ООО «Орион». Запомните это название, оно нам еще пригодится. Через УК ДАР проходят гигантские суммы, которые она потом перераспределяет. Но откуда? И мы нашли источник существования управляющей компанией ДАР. И не где-нибудь, а в совершенно открытой ранней отчетности Газпромбанка. Этот банк выдал кредит на сумму 11 миллиардов рублей. И это настолько большая сумма, что УК ДАР на два года стала крупнейшим заемщиком Газпромбанка. Вот посмотрите, они на втором месте. Такая поддержка Газпромбанка объясняется очень просто. Главное доверенное лицо Медведева – Илья Елисеев, заместитель председателя правления этого банка. Помимо гигантских кредитов Газпромбанка, Медведевскую империю подпитывают еще и кредитами поменьше. Например, структуры Башнефти дали заем почти 3 миллиарда рублей. И подобными траншами набирается еще около 20 миллиардов. Таким образом, вот только по документам и открытой отчетности мы легко обнаруживаем 70 миллиардов рублей. На это и покупают, и строят. И тут я еще раз призываю вас внимательно прочитать наш сайт, прилагающийся к этому видео, на котором вот гораздо подробнее и с документами можно изучить, как же финансируется коррупционная схема Дмитрия Медведева. И, наконец, коррупция – это состояние мозгов. Не менее интересный вопрос. А как такая махина управляется? Это ведь десятки юридических лиц. Абсолютно разные активы. От дач до конезаводов. И географический разброс на 6 регионов. Ответ тоже простой. Всем этим управляют одни и те же люди. Я уже упоминал Виталия Головачева. Он номинальный собственник фонда «Соц. Госпроект» и фонда поддержки зимних олимпийских видов спорта. А это вот тот самый, что с горной дачей в «Психака». Он же директор в управляющей компании фонда «Дар». У него в собственности есть еще одна фирма. Точнее, очередная управляющая компания. «Меритаж». Она занимается централизованной поддержкой и управлениями всеми активами Медведева. «Меритаж», например, нанимает персонал. Среди ее вакансий. Вакансия «Сыродела» в загородном доме в Плёсе. Бухгалтер и сисадмин в агрокомплекс в Курской области. Речь идет о Мансурово. Медперсонал в диагностический центр «Белая роза». Он открыт фондом социально-культурных инициатив уже Светланы Медведевой. А также вакансии с адресом места работы, полностью совпадающим с офисом фонда «Дар». Но вакансиями дело не ограничивается. Еще «Меритаж» занимается регистрацией доменов. Сотрудники «Меритажа» регистрировали или указывали себя контактными лицами для целого списка компаний. Фонда «Градислава», фонда «Соцгоспроект», фонда «Дар», фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой, компании «Цертум Инвест» и «Виноградников Скалистый берег». В этих списках почти все компании, упомянутые в нашем расследовании. Как видите, они обслуживаются из единого центра. Финансируется все это тоже одинаково. Фирмы, связанные общими сотрудниками и адресами. Недвижимость записана на одних и тех же людей. Но самым главным элементом, объединяющим все это в систему, является Дмитрий Анатольевич Медведев. Квартиры, дачи, усадьбы, развлечения. Все уже есть, но чего-то не хватает. Ну, конечно же, яхты. Я знаю, что вам всем не терпится ее увидеть, но подождите чуть-чуть. Я расскажу, как мы эту яхту нашли. И нагоню сейчас еще больше интриги. Не яхту, а яхты. У фирмы Certum Invest, той самой, что купила дворец графа в Петербурге, недавно появился второй учредитель. Кипрский офшор. Многообещающая находка. И это первый офшор среди многочисленных некоммерческих фондов, на которые оформлены дачи и усадьбы. Именно через этот офшор, через цепочку общих адресов и директоров, мы выходим еще на одну кипрскую компанию. Fursina Limited. На 100% принадлежащую лично однокурснику Медведева Илье Елисееву. А уж сколько всего нам открылось дальше. У Fursina есть дочерняя фирма в России. Называется она Инвестиционное Содружество. Основным видом деятельности прямо прописано. Аренда и лизинг водных транспортных средств. И снова звучит многообещающе, правда? И это не просто так. Среди сертификатов, выданных этой фирме, мы видим сертификат на яхту модели Princess 85MY. На момент приобретения такая яхта стоила около 200 миллионов рублей. Выглядит она вот так. Узнать, как эта яхта называется, труда не составляет. В 2009 году Роскомнадзор выдает инвестиционному сотрудничеству две лицензии на радиостанции и указывает, на каком судне они будут стоять. Яхта называется Fatiña. Безотлагательно начинаем искать эту яхту на российских просторах. И находим фотографию 2014 года. И видим на ней именно ее пришвартованную, где бы вы подумали, в Плёсе, на пирсе усадьба Меловка, той самой секретной дачи Медведева. Но и это еще не все. В 2015 году у инвестиционного содружества появляется еще одна яхта. Она совсем новая и гораздо более дорогая. Модель Princess 32M. Стоимость уже 11 миллионов долларов. По курсу на момент покупки это 630 миллионов рублей. А с таможенными сборами под 900 миллионов рублей. Она ввезена летом 2015 года. И называется, вы просто не поверите, тоже Fatiña. Второй своей яхте дали точно такое же имя. Я надеюсь, вы внимательно изучили и запомнили, как вторая яхта выглядит. Иначе, как же вы потом узнаете ее? Тоже пришвартованную около усадьбы Меловка в Плёсе в июле прошлого года. Мы убеждены, что обе эти яхты общей стоимостью больше миллиарда рублей и оформленные на офшор лучшего друга Медведева Ильи Елисеева на самом деле принадлежат Медведеву. На эту мысль наводят и название обеих яхт Фатиния. Вот я к своему студу не сразу понял, откуда вообще взялось это название, но все оказалось просто. Фатиния – это церковный вариант имени Светлана. В православии имя Светлана долгое время считалось запрещенным, и при крещении его меняли на Фатиния. Так что обе яхты названы в честь Светланы. Удивительное совпадение. Но мало ли, Светлан, возразите мне вы. И тут я передаю слово сотруднику отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией, который просто за две минуты развеет любые ваши сомнения относительно того, кто же плавает на этих яхтах на самом деле. Яхтой мало пользуются. Она обычно стоит или в Москве, или в Питере. Однако один маршрут угадывается очень точно. Она четыре раза ездила в Плес на дачу Медведева. Но это еще не все. Давайте обратимся к нашему любимому источнику в этом расследовании Инстаграму Медведева. Вот снимок от 26 июня 2016 года. Опытные петербуржцы сразу же узнают, что изображено на этой фотографии. Это ежегодный праздник выпускников Алые паруса. Очень красивое мероприятие. Ключевой момент праздника фейерверк и проход корабля с Алыми парусами по Неве. По невероятному совпадению именно в этом месте и в это время оказалась яхта Фатиния. Мы не поверили своим глазам. Вот же постановление правительства Санкт-Петербурга, согласно которому движение судов в этом месте и в это время закрыто. Не может же такого быть, что для одной особенной яхты сделали одно особенное исключение. Правда? Теперь давайте внимательно посмотрим видеосъемку с этого праздника и сразу увидим таинственный силуэт, который бросается в глаза. Нет сомнений, это медведевская яхта Фатиния. Именно с нее наш премьер-министр постил в Инстаграм фотографии салюта, попивая коктейли неподалеку от простых петербуржцев, которые тоже пришли посмотреть на это прекрасное мероприятие. Точно так же Медведев наблюдал за Алыми парусами с Фатинии в 2015 году. Это совпадает с данными геолокационных систем, которые тоже указывают, что Фатиния находилась именно там. Здесь больше нечего добавить. Обе яхты записаны на офшор, принадлежащий самому доверенному лицу Дмитрия Медведева Илье Елисееву. Мы видим их пришвартованными возле усадьбы Меловка в Плёсе, которая является резиденцией Медведева. Обе яхты названы Фатиния, что является церковным вариантом имени Светлана. Так зовут жену Дмитрия Медведева. Все случаи пользования связаны с Медведевым. Поэтому просто надо признать очевидное. Яхты на миллиард рублей куплены для лидера Единой России Дмитрия Медведева. Вы держитесь здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. На десерт я оставил самое лучшее зарубежную недвижимость. Она записана на тот же офшор, что и Медведевские яхты. Найти ее было несложно. Офшор Фурсина, принадлежащий, напоминаю, Елисееву, обязан по закону раскрывать финансовую отчетность. И она опубликована на сайте бизнес-реестра Республики Кипр и доступна совершенно любому пользователю. В этой отчетности и спрятан главный секрет. Вот он. В списке дочерних предприятий мы находим звучное итальянское название Фатория Делла Айолла и переносимся наконец-то уже не в заснеженную Курскую область и даже не в Петербург, а в солнечную и прекрасную итальянскую Тоскану. Взлетаем над итальянскими виноградниками Дмитрия Медведева. Они находятся в самом центре Тосканы, региона, известного прежде всего своими винами. И сразу же видим небольшую оливковую рощу. Здесь их довольно много. Летим дальше и поворачиваем направо. Здание впереди это фирменный магазин, в котором продаются вина и оливковые масла собственного производства. За магазином навстречают грандиозные тосканские пейзажи. Территория владений настолько велика, что сразу окинуть ее взглядом просто невозможно. Общая площадь виноградников, оливковых рощ и лесов составляет 100 гектар и это миллион квадратных метров. Это как два Ватикана, ну или половина княжества Монако. Разворачиваемся назад к магазину и видим, что под ним находятся склады и производство. Ну и какие же итальянские виноградники без собственной виллы, спросите вы. А вот она прямо перед вами. и у нее даже собственное название есть. Вилла дель Айолла. Она построена в 17 веке на развалинах старинного замка. В ней 30 комнат, общая площадь полторы тысячи квадратных метров. Вот такое вот уютное итальянское гнездышко досталось премьер-министру вместе с одним миллионом квадратных метров Тосканской земли. Ждем, когда Дмитрий Анатольевич порадует нас свежими фотографиями кипарисов с романтичной подписью в своем инстаграме. На сайте компаний, доступном кстати на русском языке, написано, что винодельню в 2012 году купили российские инвесторы. На месте уже в Италии работают русскоязычный персонал, вплоть до продавщиц в магазине. Доуправляющий директор, не случайный человек, эту должность согласно выписке из итальянского реестра занимает Сергей Ступницкий. До этого он был генеральным директором Скалистого берега, уже знакомых виноградников Медведева в Анапе. И могут, наверное, скептики подумать, что мало ли, может ли этот банкир Елисеев прикупить себе итальянский виноградник. Ему-то не запрещено, документы снова не на стороне скептиков. Из них видно, что деньги на счетах офшора Фурсина отнюдь не личные сбережения Ильи Елисеева. Смотрите, это раздел кредитов. Здесь мы видим, откуда офшор берет деньги на покупку яхт и виноградников. Источника 2 и оба нам хорошо известны. Это управляющая компания фонда Дар. Она фигурирует под новым названием Орион. И финансово-консультационная компания фонда Дар. В 2013 году она предоставила офшору займ на сумму 53 миллиона долларов. И компании эти не просто кредиторы с улицы, они фигурируют в отчете как связанные предприятия. Это означает, что они контролируются одними и теми же людьми. Но к этому моменту мы с вами и так это отлично знаем. Я думаю, что мы привели уже достаточное количество доказательств к тому, что структуры фонда Дар обслуживают интересы лично Медведева и его семье. Именно коррупционные деньги фонда Дар и его дочерних предприятий кипрский офшор тратит на покупку яхт, на которых катается Медведев, и итальянских виноградников нового хобби и страсти премьер-министра. Нашему фильму расследованию пора подводить итог. И он очень грустный. Бывший президент, действующий премьер-министр, лидер правящей партией Единая Россия почти открыто создал коррупционную сеть благотворительных фондов, через которую получает взятки от олигархов и просто маниакально строит дворцы и дачи по всей стране. Покупает яхты и средневековые замки за границей. Он особо не скрывается, ведь в обслуживании схем Медведева и всей его недвижимости задействованы тысячи людей. Эти секретные дворцы охраняют государственные спецслужбы. То есть по сути секреты хранят только от нас с вами, от народа России, за чей счет все это и построено, а внутри самой власти все это отлично знают. И Медведев может воровать так много и так открыто, потому что и Путин делает то же самое, только в еще большем масштабе. Потому что в правительстве все это делают, потому что руководители судов, прокуратуры, спецслужб делают то же самое, становятся миллионерами и миллиардерами за счет коррупции. И вот это главный вывод нашего расследования. Система прогнила настолько, что в ней уже вообще нет здоровых частей. Люди, о которых снят этот фильм, у власти уже 17 лет. И они построили идеальный механизм по превращению национальных богатств России в дворцы и банковские счета для себя и своих детей. И это главная причина, почему страна наша в целом очень богатая, а люди в ней очень бедны. Вот ежедневно мы видим тех, кто лечения себя и своих родственников, купить лекарства, сделать платные операции. И каждый раз мы думаем, господи, но почему же государственных денег не хватает на это все? Где они? Так вот они, мы вам и показали. Сюда 10 миллиардов, туда 20. Вот и все. Денег нет, а вы держитесь. То, что так происходит, не означает, что мы с вами должны с этим смириться. В конце концов, это наша страна, и эти жулики крадут наши деньги. Каждый должен бороться как может. Любой из вас сумеет очень помочь нам и себе, если просто распространить этот фильм. Отправьте ссылку на него друзьям и знакомым. Расскажите своим родственникам о том, что увидели. Да, телевидение полностью под контроль на этой мафии, и никогда оно не скажет ни одного слова об этих фактах, но мы сами сможем преодолеть цензуру, передавая информацию от человека к человеку. Я сам участвую в выборах. Я иду на выборы президента, потому что не хочу, чтобы герои вот этого и других наших расследований находились у власти еще 10 лет, продолжая все разваливать и разворовывать. Мне очень важна ваша поддержка, и я прошу вас оказать ее мне и поставить подпись за мое выдвижение. В описании к этому ролику есть ссылка. И если вы поддержите меня, то в 2018 году я буду тем кандидатом, который от вашего имени скажет в лицо этой власти. Нам надоела коррупция, и мы больше не желаем с ней мириться.